Так, ну что, всем привет, мои дорогие. Уровень тревожности мои растет, растет с каждым днем, я думаю, что не у одной меня. Но я напоминаю, что я провожу парфюмерные консультации, если кому-то еще интересно собрать ароматы, счастья, мечты и те, которые вас успокоят или приведут в какую-то норму, вы можете мне писать, я все по-прежнему работаю, по-прежнему делаю, поэтому welcome. Я считаю, что любому человеку сейчас тяжело, все переживают стресс по-разному, кто-то бухает, кто-то просто уходит с себя, кто-то пашет неистово, кто-то на спорт бесконечно ходит и так далее и тому подобное. Даже не знаю, как вам, знаете, поднять настроение, потому что что-то даже как-то история веселая закончилась, ну просто закончились. Так что ролики будут короткие, наверное, теперь, потому что я не знаю, что вам говорить в выступительном слове, что из таких вот веселых каких-то вещей, ну я не знаю, что вам сейчас рассказать такого веселого, даже ничего не вспоминать. Поэтому мы просто сразу с вами приступим, да, меня тут, значит, обвинили в том, что я рекламирую сайт Рандеву, доброго ранку, как бы, как говорится, я, понятное дело, что сотрудничаю с сайт, 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 вот и появилась, короче. Да, конечно, я сотрудничаю с сайтом Рандеву, но я вас не призываю там покупать, я просто вам даю промокод, я даю вам ссылки все на ароматы, я благодаря вот этим аромобоксам и полноценным флаконам могу делать вам обзоры. Чего вам не нравится-то, я не понимаю. Сидите, вот, попахивает рекламой, ну добрый вечер, спасибо, что сказали, вы просто капитан очевидность. Конечно, я рекламирую, я с ними сотрудничаю уже давно, мне нравится их продукция, мне нравится, как они работают. Если у меня там какой-то приехал пробник, который плохо пшикает, мне это баллами вернулось, это будет абсолютно с каждым человеком. То есть они отвечают за свое качество, за свой сервис. Почему я не могу рекламировать компанию, которая мне нравится? И спасибо этой компании, благодаря ей я ознакомлюсь с новыми ароматами, но у меня нет возможности каждый день ездить и там по 40 ботеров тестировать. У меня иногда нос просто атрофируется, иногда что-то просто перестаю уже слышать, потому что это очень тяжело. Так, что, значит, выбрала я Aromabox номер 52, топ-8 пудровых ароматов, как-никак, фу, как нельзя сейчас, кстати, они, потому что пудровые ароматы, они успокаивают. Здесь 8 ароматов разных, разной направленности, землистые, сладкие, нарядные, спокойные. Очень классный Aromabox номер 52, то есть на сайте он подписан как пудровый. Все промокоды, все ссылочки я оставлю, можете переходить, там заказывать полноразмерки или заказать такой же Aromabox. Мне он понравился тем, что да, здесь пудровые ароматы, но все разные, то есть на утро, на вечер, на день, на пердень, хотела сказать, то есть на разные вообще случаи жизни. Вот кто любит пудру, я люблю пудру, я раньше мне казалось, вот, я пудровый аромат не люблю, ну почти каждый второй аромат пудровый, но в той или иной степени. То есть либо сандаловая пудрость, либо фруктовая, либо цветочная, да, но пудрочка, она так успокаивает, обалакивает, дает часто дороговизны в звучании и, конечно, придает женственности аромату. Но и мужчины тоже носят пудровые ароматы, это не исключает того, что он может также быть и мужским. Вы знаете, я вам хочу сказать, что еще очень помогают молитвы в таких случаях, когда ты ничего не можешь сделать, или, допустим, то, что ты планировал, у тебя не получается. Я, когда мне ну совсем херовато, когда мне прям совсем херово, я дохожу до какой-то точки, когда я просто испытываю бессилие, тревогу, я просто не знаю, что мне делать, я осознаю тот момент, что мы находимся там, где нам нужно быть, да, поэтому, когда мы поступаем часто от головы, мы делаем очень часто поспешные неправильные решения, потому что голова, мозг, он, как правило, не может придумать какие-то нормальные пути решения, да, у нас там есть три функции, такие эволюционные, это бей, беги, замри, да, это наши инстинкты, которые помогают нам сохранить жизнь, но иногда нужно остановиться, вот на всеобщей какой-то панике и психозе нужно пережить, это нормально, когда у вас включается инстинкт самосохранения, это абсолютно нормально, его выключать не надо, он же для этого вам и дан, чтобы вы себя могли защитить в какой-то ситуации. Ну, в общем, короче, когда совсем безнадега, когда совсем плохо, вот очень помогает то, когда ты осознаешь, что на все есть, наверное, воля Божья, какая-никакая, да, как говорится, что чернила все засохли, да, давно, то есть то, что уже все давно написано за нас, как все будет, да, то есть какие-то сценарии, но мы можем выбирать, куда бы нам хотелось, да, попасть, наши какие-то цели, мечты, желания, мы можем, как нас туда жизнь запихнет, да, непонятно, вот многие же там хотели, ну, хочу много путешествовать по Европе, ну, понимаете, будьте аккуратны со своими желаниями, вот, пожалуйста, некоторые сейчас путешествуют по Европе, ну, каким образом, да, то есть очень нужно с этим аккуратно, поэтому, да, на все есть воля Божья, если у вас есть какое-то желание, сейчас у вас что-то не очень получается с тем, что вы хотите сделать, просто отпустите, скажите себе, что я сейчас там, где мне нужно находиться, дальше я буду делать из себя все зависящее, ну, если у меня не будет это получаться, ну, значит, так оно и должно быть. Это единственное, что, наверное, вот помогает в ситуациях, когда ты вообще абсолютно бессилен, и ты понимаешь, что, ну, я не знаю, что делать, не могу себе выдавлять какую-то радость, когда мне совершенно не радостно, но духи никто не отменял, да, мы будем продолжать. Я уже даже так, знаете, подумала, что если бы я была в каких-нибудь окупах, я бы, наверное, взяла реально бы лампу, штатив и микрофон с телефоном, все, что я бы, наверное, вот так вот взяла, чтобы даже в окупах писать вам какие-то вдохновляющие видео с ароматами и чем-то, что вам может как-то помочь. У нас, тем более, уже много, да, мы должны помнить, что мы друг у друга есть, и я считаю, что жить по принципу «моя хата с краю» это не очень правильно, да, поэтому, когда люди как-то там рассуждают, что только это о них речь идет, а они о других вообще не думают, я так не умею. Конечно, мы все эгоисты, конечно, мы думаем только о себе в первую очередь, что я, 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 как говорится, да, головка отходила. Все равно есть же какая-то человеческая вещь, когда ты все-таки о людях других думаешь, и это нормально, я считаю, потому что думать о ближнем своем, да, и поступать другим так же, как бы ты хотел, чтобы к тебе поступали в дальнейшем, это самое правильное. Кстати, даже в таких ситуациях, мне кажется, своим бывшим можно помогать. Почему бы и да, нужно поступать человечно. Значит, тупость заразна, я уже вам сказала, да, с тупыми людьми старайтесь не общаться, с агрессивными тоже злыми людьми, которые вас в чем-то еще убеждают. И, кстати, вы знаете, если вы видите, что человек вас пытается в чем-то убедить, в своем мнении, будьте уверены, что он сам в этом мнении не уверен. Человек, когда уверен в том, что он говорит, он никогда не будет в это стягивать других. Ну, я уверен, и чего, чего мне как бы тут обсираться и кого-то убеждать. Я уверен, что, что мне доказывать кому, да, поэтому если вам что-то доказывают, будьте уверены, что вас просто хотят переманить на какую-то точку зрения, в которой человек сам сомневается. Погнали, мои хорошие, амуаж. Lilac Day, да, как он, Lilac Love. Аромат, который я себе очень хотела купить, только потому, что он, ну, фиолетовый, люблю этот цвет, лиловый какой-то. Я его нанесла на блотер, мне он показался, в принципе, очень даже ничего, но он такой, знаете, рисковатый. Там все-таки нота в сирене, тоже такая непростая, и гелиотроп там, много цветов положили, но что случилось с ним, когда я нанесла его себе на руку? Старт и середина, это чистый ацетон. Я не знаю, что там дает такое звучание, при том, что я еще не была там намазана ни автозагаром, ничем. Просто на чистую руку наношу и понимаю, что это чистый ацетон. Прям вот аромат спиртит и химозит ужасно, некрасиво. В базе, конечно, он немножко успокаивается, но я вам уже говорила, что мне это вообще не успокаивает. Что там в базе, не в базе. Аромат либо классный, он тебя радует, а надо я, да, либо он тебя раздражает на какие-то моменты, и это просто уже не твой аромат. Я считаю, что если вам сел и вы влюбились с первого духа, да, вот это уже ваша история. Уговаривать себя, что ну ничего, можно перетерпеть, нет, не надо ничего терпеть, значит, это просто не ваш аромат. Здесь очень слышен корень ириса, гелиотроп, я уже говорила, что мало он мне где нравится, и сирень, и белые цветы. И потом все это уходит, куда уходит. И сандал тут немножко все-таки утяжеляет все, да, может быть, если бы какой-то кедр добавили, было бы больше невесомости. Даже не знаю, ну амуажа вообще сложные ароматы, сложный на нос. Я его очень хотела себе приобрести, но он прям тяжелый, прям тяжелый и ужасный на моей коже. Пишите, как вам, кстати, аромат лилоклав от амуаж. Мимоза индиго от Илья Колон. Удивительно, что на блотере мне очень нравятся ароматы с мимозой. Кстати, вот у амуаж есть аромат мимоза, да, лабли мимоза, но это просто кошмар. Я от него чуть не задохнулась, он меня просто убил. Вообще, мимоза редко кому нравятся, вот тут прям такие желтоцветочные ароматы. И ланг-кланг это одно, но вот мимоза, она прям редко кому нравится. Мне она очень нравится в Вильгельме, да, и молодость мимоза. Там она какая-то вот для меня молочная, я не слышу там какой-то ужасной неприятной ноты. Но вот здесь на блотере, да, вот на блотере мне этот аромат понравился. Но когда я его нанесла на руку, к сожалению, к сожалению, ужасно. Классно он только в базе, в базе он прям притягательный. Там ваниль, сандал. Но опять же, от Илья Колон не могу сказать, что какие-то очень стойкие ароматы. Он вот по сравнению с муажем стал таким еле уловимым, допустим. Ничего не могу сказать прям классного про него, если кто пробовал и вам зашел, пишите интересно. Дальше аромат. Я тут напиздела на Атар Коллекшн, бедный, в прошлом выпуске, что они спиздили все ароматы, не сделали ничего классного. Вот данный аромат, The Pershing Gold, просто он Pershing, да, нет, The Pershing Gold, он, знаете, он меня просто поразил. Это настолько красивый, тонкий, аристократичный аромат, потому что он прям, знаете, тут мускатный орех, тут ваниль, тут роза, тут пудра, тут фруктовые ноты. И все это безумно красиво, не мускусно, он безумно красивый, просто он тончайший, он настолько дорого звучит. Он похож по направленности на белый огонь от Тициана Терензи. Что-то там есть такое в нем, но он безумно утонченный. То есть это вот такие ароматы я сейчас очень люблю. Для меня это вот прям проявление дороговизны, то есть он вот сидит дымкой на коже, вот это очень мягкая пудровость, очень похожая на маска шмир, только здесь вообще другие ноты. Вот если вы любите вот это пузико-котико, обволакивающе красивое, вот это вам сюда, он такой теплый, мягкий, но не горячий, то есть не будет удушать. Мне кажется, он даже на лето классно сядет, это просто вышаг, это просто космос, а не аромат. Я не знаю, как он будет шелефить, но я думаю, что да, потому что от Ары, в принципе, у них неплохо все со стойкостью. У меня после душа на руке вот я все равно слышу. Дальше, доктор Грити, Жаклин. Говорила уже в выпуске про Грити, что этот аромат можно спокойно надеть мужчине, несмотря на то, что это женское название. Потому что он, знаете, стартует вначале таким мускусом, а потом он превращается в такой рассольчик для огурцов. Ну, кстати, даже боюсь наносить, честно, я вот Грити, я говорю, это настолько сложная для меня марка вообще, которая не поняла. На блотере у меня лежит, он, ну, прям для меня это брутал, прям брутал-брутал, такой аромат с фиалкой, очень сильная тут нота чая-маты, то есть он такой горький гиацинт там. Поэтому, ну, вот мужчине, мне кажется, он идеально сядет. Может быть, кто-то из вас его носит, пишите, кстати. Ну, мне, наверное, придется все-таки его нанести, я думаю, просто не хотелось бы ходить, вонять вот тем, что мне не нравится. Чуть-чуть я совсем сделаю, просто это, это кошмар, это как заноза в жопе будет. Сейчас я посмотрю. Да, ну, прям, знаете, такой чай-маты, прям такой насыщенный. Ну, кстати, ничего, на коже с гиацинтом. Там, ой, ну нет, там прям рассол, там прям рассольная вода за счет вот этого вот маты, там шалфе еще, по-моему, есть. Вот прям вместе в переливе дают прям такой настоящийся хороший рассольчик после водочки нормально. Поэтому, ну, не знаю, честно. Ой, ну прям рассол и все, ну прям, прям рассол. Мужчины, попробуйте, кстати, я говорю, женщине, я не представляю, как-то на женской коже будет вообще, пахнешь рассольными огурцами, вообще, великолепие. Дальше у нас идет Juliet has a gun, lipstick fever, очень популярный аромат был, когда он только вышел, прям как горячие пирожки. Стартует такой ретро-помадой, прям помада-помада, все вот эти вот комодики, пудрочки, все такое ретро-ретро-ретро, и потом все уходит в такую красивую фруктовую историю. Кстати, неплохо на Мамблотере сегодня звучало, он, тут малина есть, я уже говорила, что он немножко поддушивает в ароматах, но в принципе очень даже ничего. Такая кисленькая фруктовая пудрочка, неплохой аромат в женской такой направленности, можно, наверное, его и мужчине, но все-таки женщине. Какой-нибудь такой, знаете, на вечеринку типа Gatsby, что-нибудь такое, классно, ну неплохой, ничего такого замысловатого, ничего прям сложного, допустим, как Lilac Day, да, ну сложный аромат, прям вообще ацетон. Здесь 20 тонн, конечно, не услышите, но здесь прям вот такая явная малина на мой нос, я малину не очень люблю, но бывает очень даже ничего. Вообще супер арома бокс тем, что он настолько разный, я говорю, что здесь абсолютно разноплановая пудра, то есть и сладкая, и какая-то соленая, и горькая, ну прям круто. Но здесь есть еще мои любимчики, у меня такое редко бывает, что мне что-то такое прям сильно понравилось, вот как, например, следующий манталь, Orchid Powder, да, слушайте, ну это прям класс. Если вы пробовали аромат Orange, там у них есть такой серебряный аромат, каждый раз забываю, он с малиной, с удом, с малиной, вот они безумно похожи. Вот этот манталь, потому что он прям вот в направленности, кстати, зоне, тоже он такой показушный, яркий, запоминающийся, дающийся о себе знать, то есть он не пропадает. Но он прям манкий, от него не хочется отрывать даже свой нос. Здесь очень красивая орхидея, вообще орхидея ничем не пахнет, мне говорили, да, но нота в парфюмерии орхидея, она, ну, заметна, то есть, ну вот она химически выведена, да, вы уже сразу понимаете. Но здесь она тонкая, орхидея обычно очень сильно душит в ароматах, как у Фрэнка Бакле, допустим, да, там просто добавили орхидею и лилию, что просто убивает все живое, еще там, по-моему, туберозу и все, что вообще можно. Есть в этом аромате что-то такое притягательное, я уверена, что если вы наденете на свидание, если, конечно, в скором времени будет вообще с кем-то носить, извините, пожалуйста, на свидание, то вот этот аромат прям супер будет. Он, мне казалось, что он прям такой жестковатый, жестковатый, но он вечерний, прям вечерняя красивая пудра, безумно красивый, с ланг и лангом, вообще очень люблю я эту ноту. Но в базе он вот, он очень яркий, но он офигенный, он не душит, очень красивый аромат, прям вот одна из моих хотелок, теперь буду думать, нужен он мне, не нужен, потому что есть у меня уже такое выразительное, вот дзене. Хочу себе все-таки Круздельсур 2 взять, всем вот его советую, думаю, тоже мне надо, нет у меня таких вот тропических фруктов в молоке. Дальше, 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 Нишане, Нанше, говорила уже про этот бренд, фанат я его, потому что турки молодцы, очень густые, очень шлейфовые, очень стойкие ароматы, куртка у меня до сих пор пахнет этим Нанше. Он, конечно же, жестковат, это абсолютно унисекс, здесь тоже шафран есть и пудра, все это такое очень яркое, очень шлейфовое, очень стойкое, в базе немного успокаивается, но при этом все равно такой тяжелячок, тяжелячок, скажем так. Но он бесспорно заметный аромат, он мне чем-то сейчас напоминает от Сатин Муд от Курмджана, но он не такой удовый, мерзкий, непроходимый, а, ну, лично на мой нос, да, я вам говорил уже, что это потная пудра для меня. А вот здесь все-таки больше такой какой-то шафрановой истории интересный, подойдет идеально для мужчины. Тут классный тоже и Ланг Ланг в базе, и почули есть, и пудра, роскошный вообще тоже аромат, но не совсем мое, тяжеловато мне. То есть даже вот амбре кожа от Том Форд мне сейчас тяжеловато носить, не могу, люблю вот эти вот невесомые легкие обволакивающие ароматы. Последнее к сердцу, Асента, сравнивают с Эрбопурой, ну, вообще нет, здесь и ананас, и ирис, пудровый такой классный аромат, чем-то мне напоминающий, напоминающий, да что с моим языком, да, ёпты, ну, чем-то мне этот аромат напоминает Нишанэ Хаджеват. Что-то там есть, вот там тоже ананас, потому что в Хаджевате немножко тут такой хвои есть, ну, тут больше пудры, в Хаджевате вообще нет. Это аромат не такой насыщенный, как Эрбопура, вы не будете здесь подыхать от вот этого мускулса с цветами и с фруктами, там, фрукты все-таки. Он землистый, если даже сравнивать его с Хаджеватом, то здесь, конечно, не такая концентрация, то что Хаджеват, ну, прям вообще. Но по коже они, смело мужчине можно брать. Хороший аромат, кстати, очень неплохой, все разные, да, вот это такой более дышащий, сочный, с ананасом, но при этом тоже пудровый, да, То есть пудра может быть разной, поэтому, когда кто-то говорит, я не люблю пудру, это, наверное, ну, вот такие прям тяжелые пудровые кремовые ароматы, от которых, ну, вот не продохнуться. Вот потная бывает пудра, которая не дает даже вот ощущения чистоты, а есть пудра, которая чистая, как вот Persian Gold, да, как от Arcollection от, господи, 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 маска Шмир от Arcollection. Представляете, вот просто разгерметизация какого-то устройства в голове происходит, ты не можешь сформулировать даже пару мыслей. Что, все, мои дорогие, 52 бокса от Рандеву, все ссылки, промокоды оставлю, напоминаю еще раз, что провожу парфюмерные консультации, пишите, звоните, будем разбирать ваше лицо, стиль, косметичку, все, что захотите, да, подберем вам ароматы, вы точно себе что-то выберете, приятное, классное. Подписывайтесь в соцсетях, оставлю ссылку на телеграм-канал, веду его каждый день, 1-2 аромата, ну точно, я для вас там делаю, слова поддержки какие-то пишу. Ну и все, будем на связи, люблю всех, целую, надеюсь, что с земли завтра не сойдемся, да. А вообще, конечно, иногда мечтаю, чтобы нас всех НЛО забрали, чтобы просто заберите меня, пожалуйста, не могу больше это развидеть. Вот, все, мои дорогие, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, я это сказала, да, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои гениальные видео, подписывайтесь на сайт, кстати, интернет-магазина Рандеву, точнее на их YouTube-канал, мне кажется, тоже там прикольно. Заходите на сайт, сумасшедший выбор, мне кажется, иногда пугает, я даже не знаю, что взять. Ну и все, это все, мои дорогие, держите сил вам любви, самое главное любви, любите друг друга, и помните, что рядом с вами ваше отражение, всегда об этом помните, что любой человек, это и есть вы, одна из ваших граней, да, поэтому, как говорят, что относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились к вам. Вообще, люди, кстати, которые пережили клиническую смерть, мне говорили, что там, на том конце, все то же самое, такой же спектакль, все так же ходят в своих одеяниях, но там стоит только плохо о ком-то подумать, это слышат уже все. Поэтому уже вот эти вот многие теории, да, экзистенциональные, говорят, что Бог есть все, да, и Он вездесущий, поэтому все, что ты думаешь про других, по факту ты думаешь про себя. Поэтому и говорят, что не осуждай, не злись, да, потому что все это все равно направлено на себя. Все, вот такое философское заключение, всех люблю, всем пока!